всем привет с вами кэп корпорации автозвука в огнях я сейчас сел вот акустику на стол разложил и подумал а чего же вы ждете собственно говоря от обзора акустики стоимостью 230 тысяч рублей на ю тубе в самом деле наверное мы догадываемся что она играет просто восхитительно снимать ее звучание там в стенде в помещении пытаться через youtube это звучание передать высшей мере невежество я подумал о том что вам наверное будет интересно почему но столько стоит поэтому мы сегодня поговорим о технологиях ну естественно рассмотрим данную акустику так поехали начинаем мы с мидбасов что влияет на стоимость конечного изделия естественно его комплектующие вся линейка сигнейчи кстати сигнейчи правильно говорить они сигнейчи собрана вручную во франции естественно к стоимости сразу плюс во всей линейки сигнейчи каждый комплект содержит одинаково подобранные по параметрам пара динамиков то есть они не просто положили какие-то два а вот параметры измеряют измеряют а чиха и максимально похожий друг на друга два динамика кладут в коробку естественно это все подписывается естественно у вас есть графики измерения а чиха именно ваших динамиков это все влияет на стоимость далее технологии при изготовлении но вот я держу в руках начнем с мидбасов как основного элемента системы видим и здесь сразу глаза бросается не стандартный мотор то есть магнит но в данном случае он здесь далеко не один в глаза бросается нестандартный диффузор то есть плетеный вот с диффузоров давайте и начнем что это такое это какое-то волокно зачем делают диффузоры из какого то волокна какое это волокно почему какое-то Ну, мы вот сейчас спорили с Андрюхой, мы же не знаем, из какого именно материала оно сделано. Спектрального анализа провести не можем, поэтому и решили его назвать каким-то. Собственно говоря, это волокно делается по двум причинам. Первая причина – это масса подвижной системы. Усилителю нужно что-то толкать. Вот это все, оно имеет определенную массу. На эту массу влияют каркас, катушки, количество провода и, естественно, сам диффузор. Чем диффузор легче, тем у нас динамик обладает лучшими импульсными характеристиками. И вот забегая вперед либо назад, вся линейка Signage, невзирая на то, что у нас на столе лежит ее апогей, подразделение, скажем так, некое, которое называется Signage Multics, она применена, эта самая линейка с диффузорами из плетенки. Эта плетенка позволяет уже в конечном итоге, в конечной аудиосистеме иметь максимально быстрый, упругий и плотный бас. То есть импульсные характеристики динамика априори выше в силу легкого диффузора. Его легче толкать, быстрее остановить. Плюс ко всему, это будет обладать большей чувствительностью, соответственно, нам не нужны запредельно мощные усилители. Что также, помимо массы подвижной системы, влияет так или иначе на чувствительность динамика, мощность его мотора. Ну, я всегда это называю мотором. Мы привыкли видеть стандартное ферритное кольцо, здесь какие-то столбики. Вот люди из мира SPL прекрасно такую конструкцию видели. Эти столбики это неодимовые магниты. То есть верхний и нижний фланец у нас просто из какого-то металла. А вся магнитная индукция, концентрируемая в зазоре, возникает с помощью вот этих вот самых столбиков. Конечно же, их очень сложно собирать. Между ними можно зажать палец и никогда его оттуда не достать. Это магниты, обладающие гораздо большей величиной электромагнитной индукции, чем стандартный и привычный нам феррит. Эти вещи дороже, собирать их крайне неудобно. То есть есть люди, которые собирают моторы такого типа. Я когда-то давно очень занимался созданием не своими руками, но с помощью других людей. Созданием такого типа моторов для сабвуферов. И поверьте, вот это все склеить так, чтобы оно друг с другу не примагнитилось, тоже определенно стоит денег. То есть магниты стоят денег, сборка стоит денег. Для чего нам такие магниты? Возвращаемся к нашей чувствительности. Мощный магнитный зазор с большой величиной электромагнитной индукции. То есть априори моторы неодимовые имеют более высокую магнитную индукцию. И как следствие более низкий QTS, параметр полной добротности. Как следствие меньше пик на частоте основного резонанса. Вот эти две, казалось бы, простые вещи, которые на первый взгляд очевидны и приводят к улучшению абсолютно всех характеристик динамика. Он становится легким, быстрым, хлестким и эффективным. Естественно, это стоит денег. Но, если, допустим, нам не хочется покупать динамику с неодимовыми магнитами, а стоимость данной пары МИД-басов составляет 104 тысячи рублей. У нас есть небольшой лайфхак. Сейчас где-то тут, где тут у нас дешевые динамики лежат. Есть VS685 модель с таким же плетеным диффузором, но обычным ферритовым магнитом. Где стоимость уже всего 54 тысячи рублей за пару. Дешевка какая. Кстати, эти диффузоры нам очень нравятся. Это мой самый любимый двушечный МИД. Потому что можно очень много всего сравнивать, чем мы однажды и занимались. Но, когда мы включили эти МИДы, мы примерно час не могли просто выключить. Потому что нам понравилось, как это спивается в любой абсолютно двушке. Диффузоры обладают достаточно развернутой серединой. И данные МИД-басы можно спокойно в двухполосной системе применять. То есть, если хочется вот эти технологии поймать, но нет денег на неодимовый магнит, можно взять на ферритис, экономив двойную стоимость, по сути, этих комплектов. Идем дальше. Ну, соответственно, так как у нас уже линейку задал МИД-бас с определенными технологиями, точно так же, точно те же самые технологии решили применить и в среднечастотной кустике. Те же самые неодимовые магниты. Тот же самый диффузор из волокна. Здесь это все уже закрыто грилем. Крупные кадры мы вам обязательно покажем. Оно как бы с эстетической точки зрения больше, на мой взгляд, сходится вместе с МИД-басом. Не знаю, насколько целесообразно применение высокомощных магнитов в среднечастотной акустике. Тем не менее, все топы обязательно обладают именно этими магнитами. Опять же, снижаем QTS. Опять же, уменьшаем горб на частоте основного резонанса. Опять же, получаем более ровную амплитудно-частотную характеристику. Забегая вперед, скажу, что вот этот комплект мы очень долго слушали. И понравился он всем, даже людям, не притязательным к звуку. То есть, у нас в этот момент были клиенты, были люди, которые просто случайно проходили мимо. Но равнодушными не оставил этот комплект никого. Мы слушали его часа, наверное, три. Потом решили, что все-таки пора завязывать. Нужно снять какой-то обзор, рассказать о нем людям. И твиттеры. Посмотрите, какие плоские. Посмотрите, какой здесь большой фланец. Жду от вас, от наших подписчиков. Вы же у меня все умненькие. Для чего? Информацию жду о том, для чего вот такие большие фланцы применяют высокочастотные акустики. Особенно часто это сделано в домашке. Ну, а здесь мы с вами снова поговорим о технологиях. Во-первых, он плоский достаточно. То есть, он будет легок при монтаже, при определенных условиях. Это большой плюс. Но за это переплачивать твиттеры стоит, если память не изменяет, что-то типа 54 тысячи рублей. Но за это переплачивать, казалось бы, глупо. Что является главной изюминкой твиттеров из данного комплекта? Мы привыкли с вами, как считать, что вот, ну, маркетинг, опять же, да, нас заставляет. Шелк. Шелковые твиттеры, классные, красивые. Великолепно звучат. Если у нас есть шелк, мы всех обманули, наша жизнь удалась. Но заядлые такие прожженные скучники всегда вам скажут, что металлические твиттеры играют совсем по-другому. И это твиттеры с диффузорами магниевыми. Для чего это сделано? Дело в том, что шелк у своей, опять же, жесткости обладает определенными негативными последствиями. Если вы смотрели мои ролики, то вы наверняка слышали неоднократно о том, что чем меньше диаметр твиттера, тем выше он забирается, мол, и так далее, тому подобное. Почему нам так важно, чтобы забиралось повыше? Потому что часть инструментов находится в этом диапазоне. Всякие там тарелочки, хотя и струнные тоже, и после случая струнных инструментов здесь воспроизводятся совсем по-другому. Так вот, шелк, он мягкий, и на определенных частотах он в силу своих физических характеристик не способен максимально достоверно и правильно воспроизвести инструменты в том виде, в котором они были записаны. Вот металлические диффузоры в твиттерах именно этой характеристикой и обладают. Магний здесь как нельзя. Кстати, мы услышали кучу всего нового и интересного на додыр затертых треках. Поэтому, как бы не сложно было это признавать, я очень долго спорил по поводу металлических и шелковых твиттеров. Да, для масс, для привычной системы, для людей непритязательных шелк это хорошо. Но стоит прислушаться и привыкнуть к шелку и однажды услышать что-то эдакое металлическое. Если вы, опять же, любитель правильности и корректности звучания без приукрасов и завалов, вы больше никогда не вернетесь к шелку. И именно эти твиттеры сделаны только поэтому. Я думаю, я предполагаю, я ни гиба, ни виль, создатель этого всего. Я так вижу идеологию, которую отслеживается во всех этих комплектах линейки Сигнейча. Именно эту идеологию он и преследовал, пытаясь создать максимально правильный по звучанию комплект. То есть у нас очень быстрые хлестки и меды, которые могут и низко, могут и быстро, могут и барабаны тебе отстучать так, как ты раньше, наверное, скорее всего, не слышал. Потому что контроль адский. В силу ранее упомянутых различных вещей и конструктивных решений, примененных здесь, среднечастотная акустика у нас максимально нейтральная. И твиттеры, как я уже сказал, максимально развернутые. То есть что в конечном итоге мы получили? Мы уже привыкли к тому, что любую акустику ставим, пускай даже в стенд. Все равно нужно поднастроить, согласовать уровни. Где-то какие-то горбы повылазят, где-то что-то еще поправить. Вот это мы включили, за полминуты на глаз что-то натыкали, кроссоверы какие-то, посрезали. Даже гейны не выставляли, не согласовывали абсолютно комплект. Включили и ахнули. Вот и я решил поделиться с вами своими впечатлениями. Уверяю вас, что слушать такое через YouTube, ну это повторюсь еще раз, в высшей мере невежества. Я просто не хочу это невежество пускать в массы. По этой причине я решил снять высшую линейку облама именно в таком стиле. Я просто вам рассказал, почему оно дороже. И привел примеры, опять же, то же самое, WS685, на чем можно сэкономить, при этом практически не потеряв в звучании. То есть сам по себе диф этот плетеный, он звучит совсем по-другому. И хотя я поклонник бумаги, но обязательно волокно нужно послушать каждому. На этом все. Мы, конечно, как сделали? Мы сначала сняли самую низшую линейку блама, экспресс, потом следующую релакс, пропустили лайв, которые ждут больше всего. Дальше есть сигнечи, которые мы так кусками в каких-то видеороликах рассказывали. И взяли сразу, бабахнули мультикс, ну потому что это мы, у нас всегда все наоборот и нелогично. С вами был Кэп, корпорация автозвука в огнях. И помните, господа, человек человеку волк, а блам-блам-блам-блам-блам. Всего доброго.